Привет, друзья! Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы адресовали компанией Тайм Триал в соцсетях. Огромное спасибо за вопросы, вопросы были интересные, сейчас я на них попробую ответить. Не будем тянуть с ответами, погнали! Имеет ли смысл и возможно ли оснастить Катабайт ште в нем, как у Веги? А мы думали насчет этого. В принципе, может получиться неплохая лодка, назовем ее условно усовершенствованный Катабайт. Какое у нее преимущество? Она будет хорошо идти в водоизмещающем режиме в волну и перемещаться с довольно высокой скоростью, под маленьким моторчиком, а также под веслом. Конечно, у нее гидродинамика, если брать греблю веслом, будет хуже, чем у Веги, потому что кормовая оконечность, сделанная как у Катабайда, она будет за собой тянуть воду. Но в целом лодка может получиться интересная. Что видится из отрицательного, то что эта лодка не будет дешевой. Сама по себе Вега лодка не дешевая, поскольку она сложная в производстве. А тут еще прибавляется сложность моторной лодки. В общем, лодка-то может получиться интересная, но дешевой она не будет. Вопрос тоже про Катабайт с мордой от Веги очень интересный. Думаю, мореходность в разы повысится и по волнам подбросов меньше будет. Ну, так оно и есть. Лодка будет своим штевнем превосходно резать волну. Но в любом случае высота борта при бортовом захлёсте, она все-таки недостаточная для уж слишком суровой волны. Да, вот в лоб, в волне идти будет хорошо. Мы подумаем над такой лодкой. Посмотрел продукцию SPS Long Tail. Есть самый легкий комплект 4 лошадиные силы Zonction. Если подружить данный комплект с Катабайдом, будет вездеход. Единственное, я не нашел видео, какая будет скорость. Думаю, порядка водоизмещающего режима точно. Ну, так немножко странно сформулировано. Сейчас объясню. Моторы Long Tail это так называемые болотоходы. Там просто длинный вал. И на концу вала стоит высокооборотистый защищенный винт. Такой мотор позволяет проходить любые заросли, не застревая винтом в этих зарослях. Такой немножечко необычный для наших мест комплект. Может быть, такие вы видели там видео где-то там из Таиланда. Или вот, скорее всего, на глиссирование поднять будет невозможно с таким моторчиком. Но, учитывая ходкость Катабайда и, в принципе, достаточную мощность мотора для хорошей скорости в водоизмещающем режиме, в принципе, будет максимум по скорости для водоизмещающего режима. Я думаю, это очень хорошо будет. Вообще, корпус Катабайда, он не создан для глиссирования. Он как раз создан для перемещения в водоизмещающем режиме, для быстрого перемещения. Так что, в принципе, 4 лошадиных сил Long Tail будет вполне достаточно для комфортного быстрого перемещения. Про Вегу еще вопрос. В нескольких отчетах о ней звучит, что пока Вегу основательно не нагрузишь, это обычная плоскодонка, а не штевневая байдарка. Вы планируете это как-то исправлять? Все-таки Вега позиционируется именно как байдарка, вдобавок универсальная. А если нет необходимости брать с собой дополнительно 100 кг груза, как быть? На самом деле, штевни Веги образуют идеальную форму корпуса с точки зрения гидродинамики. То есть, при таком строении корпуса лодка имеет очень высокие скоростные характеристики. Несмотря на то, загружена она или не загружена. Да, для того, чтобы идти в одиночку на какой-нибудь двойке, желательно сесть по центру. Тогда равномерно лодочка будет притоплена. Все равно часть штевней уже будет под водой. И, соответственно, штевни начнут исправно разрезать воду, как ими положено. Что касается улучшения курсовой устойчивости Веги, которая сама по себе неплохая, то можно заказать штевни, у которых нижняя часть сделана более выпуклой. То есть, вот эта нижняя часть штевня, она опущена ниже уровня днища и работает как курсовой стабилизатор. Курсовая устойчивость при этом улучшится. Единственный минус в том, что это будет нижняя выпирающая часть лодки. И при прохождении всяких шкуродерных участков могут быть проблемы. То есть, цеплять будете этой частью за эти шкуродерные места. Но если лодка для гладкой воды, без всяких меляков и все такое, то это вообще все замечательно. Про самоотлив на Варваре. Был отзыв, что он работает неэффективно из-за плотного примыкания бортов к дну. И приходится распирать борта ногами или подкладывать камни, о какие ужасы. Или другие предметы, чтобы образовывать щель, куда будет уходить вода. С этим что-то планируется сделать? Так это уже сделано. Ставятся специальные детали, которые выполняют роль распорок. И работает это вполне надежно. Вообще, глобально тайм-триал реагирует изменениями на конструктивные замечания пользователей? Конечно, реагирует. Многое, что нам посоветовали делать, мы уже воплотили. Только мы всегда взвешиваем, полезно ли это изменение для общей массы клиентов или для одного человека. Потому что иногда бывает так, что один человек хочет что-то такого особенного. И вот это вот особенное для него будет, конечно, великолепно подходить. А вот для среднего, обычного туриста, рыбака это будет не лучший вариант. Поэтому особенное мы оставляем для спецзаказов. А вот в серийное производство идут те изменения по пожеланиям клиентов, которые действительно могут быть полезны всем. Почему для Варвара нет съемной деки, как для Веги? Она очень просто. У Веги овальный баллон и днище находится ниже баллонов. И поэтому высота кокпита там достаточная для того, чтобы гребец мог там расположиться. Вытянуть ноги и все хорошо. Поэтому дека там на месте. А у Варвара нет. У Варвара днище, оно уходит внутрь кокпита. Сам баллон ниже по размерам. И если его просто затянуть декой сверху, то места для ног не будет. То есть... Капитан будет там сильно сжат сверху. Это нехорошо. Есть ли жизнь на Марсе? О, хороший вопрос. Вот, я могу сам проверить. Взять вот так вот, слетать и вам показать. Как видим, вот, жизнь на Марсе есть. И вообще Марс терраформировали. И из красной планеты это уже красивая, 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 похожая на Землю планета. Но это будет только в 3305 году. Это не реклама игры. Хотя игра хорошая. Куда поставить дополнительные кольца для груза? Пока неизвестно, о какой лодке идет речь. Ответить на этот вопрос сложно. Но на самом деле все подчиняется определенным правилам. Кольца для груза ставятся там, куда вот вы предполагаете что-то положить. Если это что-то, какие-то большие рюкзаки, и вы хотите, чтобы они были прикреплены. То кольца ставятся в носовой части, вдоль борта, сверху. И стяжечками мы этот груз притягиваем. Еще есть вариант поставить колечки вертикально по баллону. Тогда мы можем сделать такой вот отсек. Отсечь кусок лодки. И, соответственно, отсеченный с помощью резинок или чего-либо еще, или стяжек, отсек лодки будет у нас грузовым отсеком. Вот такое вот расположение. Иногда, иногда для моторных лодок или для каких-то больших лодок с большим кокпитом еще ставят кольца на днище, чтобы притянуть грузы к днищу. В общем, варианты разные. Они решаются для каждой лодки по-своему. И поэтому как-то в обобщенном виде ответить на этот вопрос сложно. Можно ли надеяться, что у вас в ассортименте появится лодка, которую условно можно назвать Vega 1U Sport? Лодка на базе Vega, но более узкая, не требующая дополнительной загрузки, чтобы стать полноценной байдаркой. Желательно весом до 10-11 килограммов. Должно получиться что-то вроде смены, но с возможностью съемной деки и не такая тяжелая. Вариант интересный, безусловно, но, судя по всему, количество желающих купить такую лодку будет небольшое. Потому что если мы оставляем структуру Vega, то при этом уменьшится ширина днища. А поскольку Vega, она в принципе идет фактически на днище, то это будет очень узкая лодка для профессионала. Конечно, такую лодку в принципе сделать можно. Вот давайте тогда в комментариях напишите, насколько может быть вам интересна такая лодка. Если мы увидим, что комментариев много, мы сможем ей заняться. Заметил, что часть владельцев варваров хотели бы дно бессамотливое. Неужели дело лишь в грузоподъемности или выявился какой-то просчет конструкторов? Все дело в грузоподъемности. Самотлив это вещь такая, что если мы лодочку перегружаем выше, чем грузоподъемность с самотливом, то лодка начинает набирать воду. Это простая физика. Поэтому для тех, кому не нужен самоотлив, его можно просто или не заказывать, или если он уже есть, то его заклеить. Кстати, мы еще разрабатываем сейчас систему отключаемого самоотлива, но эта система не протестирована. Она будет протестирована позже. И не факт, что мы ее будем серийно применять. Но, тем не менее, идейка про отключаемый самоотлив у нас есть. И как ее реализовать, тоже у нас мысли есть. Есть в планах какие-нибудь изменения по конструкции байдарки Vega? Может быть, мы чего-то не знаем? Vega самодостаточная. Vega хорошая байдарка. В ней практически все вылизано. Сложно в ней что-то изменить, что-то такое добавить, что будет радикально ее улучшать. Но на базе Vega мы запланировали сделать лодку под распашные, точнее парные весла для рыбаков. Она будет штевневая, она будет с маленьким трансом, с возможностью установить небольшой моторчик. И вот такая лодочка, она, я думаю, очень-очень-очень будет хороша для рыбаков. Вот такой вопрос даже задавался неоднократно. Будете ли крепить дно покрафтов не по низу баллонов, а выше, как у покрафтов других производителей? Очень интересный вопрос, и мы исследовали этот вопрос. Тут получается что? Если мы крепим донышко выше, то есть линия в клейке будет выше, чем нижний уровень баллонов, то это резко негативно сказывается на ходовых характеристиках покрафта. Он становится как присоска, он начинает тянуть за собой воду, и его скоростные характеристики ухудшаются. Покрафт он и сам по себе, не сверх супер хорошая лодка по ходовым характеристикам, а тут мы ее ухудшаем. А взамен этого мы что получаем? Ну, такую вот спорную возможность защитить низ баллонов от попадающих туда камушков. Ну, во-первых, гораздо проще добиться того, чтобы этих камушков туда не допускать, а во-вторых, масштабы этой трагедии, они сильно преувеличены среди народу. Ничего там страшного не происходит. Но ходовые характеристики падают очень сильно. К тому же такой вид в клейке, как у нас, защищает очень хорошо низ днища от повреждений снизу. В добрый день, в вашем коллективе трудятся профессиональные спортсмены. Было бы замечательно услышать их мнение по оптимальной технике владения веслом, с учетом особенностей надувной байдарки. Также полезно было бы увидеть мастер-класс по ремонту изделий в полевых условиях. Клей, которым комплектуется ремкомплект, отличается от применяемого на производстве или тот же самый? Ну, начну с конца. Клей, который идет в ремкомплект, тот же самый, что и используется на производстве, за небольшим исключением. На производстве используется клей с добавлением второго компонента, который является термостабилизатором клея. То есть он делает клеевой шов гораздо устойчивее к внешним воздействиям, в частности, к нагреву. Почему этот компонент нельзя сразу замешать в клей для ремкомплекта или дать пузырек с этим термостабилизатором в этот самый ремкомплект? Дело в том, что вот это вот вещество, эта смесь полиизоцианатов или так называемый дисмодур, оно очень неустойчивое само по себе, будучи разлитой в какие-то маленькие емкости. Оно боится света, оно полимеризуется, когда оно находится в маленьких объемах, поэтому оно может храниться только в таких больших алюминиевых баллонах. Вот мы из этого вот баллона на производстве добавляем небольшое количество этого термостабилизатора в клей и работаем с этим клеем. Время жизни этой клеевой смеси всего несколько часов. Понятное дело, что по бутылочкам такое разливать никакого смысла нет из-за того, что этот клей просто сдохнет. Поэтому в ремкомплекты кладется просто точно такой же клей, как для склеивания лодок, но вот без этого компонента. На прочность клеевого соединения это не влияет, только на его стойкость к экстремальным температурам. Что касается профессиональных спортсменов, да, один из наших самых крутых сотрудников, это мастер спорта по рафтингу, чемпион мира Сергей Петров. Я думаю, мы устроим с ним отдельный мастер-класс по способам гребли, по каким-то хитростям в применении плавсредств. Поэтому ждите и, думаю, скоро мы сделаем мастер-класс с Сергеем Петровым. А что касается ремонта в полевых условиях, сейчас я могу наглядно показать, как это делается. Склеим две полосочки. Берем клей. Обязательно смазываем обе склеиваемые поверхности. Пальцем. Смазываем достаточно обильно, чтобы вот так аж блестело. После этого откладываем предназначенные для склеивания детали на 10-15 минут. Я вот еще две полосочки возьму, намажу их клеем. И тоже отложу их на 10 минут. Как я люблю клей с пальцев снимать, это же такое удовольствие. Вот они полосочки. Пролежали уже 20 минут. Клей сухой. Вот клеевая поверхность, она уже сухая. Такой она должна быть. Вот если мы, например, эти клеевые поверхности пытаемся соединить, ничего у нас не выйдет. Но этот клей с термальной активацией. Чтобы этот клей активировать, его надо нагреть где-то до 45-50 градусов. Всего-то. Чем это сделать в полевых условиях? Да чем угодно. Что у вас есть, тем и делай. Вот у меня, например, даже зажигалки нет, я не курящий. А вот зато есть свечечка. Ароматическая свечка. Сначала проверяем, насколько, где у него будет зона нужного нам тепла. Вот где-то 45-50 градусов, это когда уже хочется руку отдернуть. Ожога нет, но руку хочется отдернуть. Вот это примерно 5 сантиметров. Значит, берем. И вот так вот. Перегреваем. О, как заблестел сразу. О, как заблестел. Это активировался клей. То же самое делаем с другой половинкой. Обязательно нагреть обе. После чего соединяем две полосочки. Видно, что они все уже скрепились. Но это еще не все. Берем что-нибудь твердое. У меня кусочек деревяшечки. И тщательным образом, чем-то твердым, прокатываем, притираем одно к другому. Все. И оставляем где-то, ну, минимум на полчаса, для того, чтобы это все дело полимеризовалось. Здесь у нас еще две полосочки. Сейчас мы их по тому же принципу склеим. Клей, как видно, активировался. Тщательно притираем. И тоже откладываем. А теперь можно продолжить отвечать на ваши вопросы. Вопрос по новому катабайду. Набросайте фотографии прототипа хотя бы, пока самоизоляция. Возможно, учтете пожелания от будущих пользователей. Ну, фотографий на самом деле практически нет. Есть какие-то такие технические снимки для того, чтобы там, для нашей внутренней фиксации. Но мы этот катабайт еще не сделали. Да, катабайт будет интересен. Корпус будет вариться по принципу, как сейчас варится корпус Кобота. Это будет сварной катабайт. У него будет ряд преимуществ. Например, перемещение в глиссирующем режиме у него будет уже заложено сразу. Но в то же время в чем-то он будет уступать старому катабайду. Например, старый превосходно проходит волну. У него прекрасная всхожесть на вал. А вот у нового катабайда с этим, наверное, будет чуть-чуть похуже. Но не знаю точно. Покажут испытания. Пока это просто теоретически. Вопрос по катамаранам. По описанию, у К600 и К500 рамы одинаковой длины. 3,9 метров. Это опечатка на сайте или действительно так? Да, это действительно так. 4-х метровые рамы идут для 6-го и 5-го катамаранов. А для 4-х метрового идет 3-х метровая рама. Это нормально. Накачал Варвар 380. Получил недавно. Хорошо, но на носу остались приличные складки. На видео таких складок не видел. Качать еще? Варвар вообще лодка с очень напряженной конструкцией. То есть баллоны, сделанные из одной детали, они имеют изогнутую форму. Когда надувается лодка, этот баллон сильно напрягается. Еще к тому же его начинает распирать такое плотное толстое надувное донышко. И в таком случае могут появиться вертикальные складки излома баллонов. Потому что так или иначе это часто проявляется в Варварах. Надо увеличить рабочее давление примерно до 0-3 атмосферы. И еще очень важно надувать в определенном порядке. Сначала надуваем корпус. Когда он полностью распрямится и займет свою положенную форму. Только после этого надуваем днище. И тогда должно получиться все лучше. Но эти складки так или иначе, вот эти вертикальные в носовой части. Они вот у Варваров, как говорится, их конструктивная особенность. Да, это плата за его идеальную для такой лодки гидродинамику. То есть она вот эта веретенообразная форма. Если сделать ее так, чтобы разгрузить эти места и этих складок, чтобы не было. То тогда придется немножечко расширить лодку. А эту лодку ценят те, кому нужна именно узенькая лодка для скоростного бурноводинга. Заказывали Варваров одновременно с другом. У меня держатели спиннинга наклеены гораздо ближе к сиденью. И это мешает гребле. А я видел этот случай. Наклеили неправильно. Спиннинга держатели должны стоять дальше от гребца. Поэтому нужно связаться с нашими менеджерами. Они или возьмут лодку и переделают это все. Или самый лучший вариант. Они вам пришлют спиннинга держатели с клеем. И вы сами поставите их в нужное место. Это не сложно. Это все делается просто. И заодно вы получите еще дополнительных два спиннинга держателя. Даже те спиннинга держатели, которые установлены у вас сейчас, они не бесполезны. У них гораздо удобнее будет рядом ставить спиннинг, когда вы не гребете. Вот просто, например, рыбу отцепляете с крючка. Вот этот вот близкий спиннинга держатель, он будет очень к месту. То есть вы получите просто дополнительные спиннинга держатели. Я считаю, что это хороший вариант. Расскажите про сильные и слабые стороны фишкаяк 2. Планирую использовать его для прохода в камышах и сплава в спокойных реках и озерах. Однако спокойное течение может занести в бурную речку. Как себя показывает данная байдарка, особенно нагруженная до предела? Ну, значит так. Традиционные фишкаяки, они сделаны на базе корпуса ватерфлай. А ватерфлай это самый устойчивый ко всем самым жутким волновым условиям корпус. У него прекрасная всхожесть на волну. У него отличные характеристики мореходности. Фактически лучшие из всех байдарок. И поэтому беспокоиться о том, что вы попадете в какую-то природную аномалию и лодка вас подведет не стоит. Все будет хорошо. И у фишкаяка очень хорошая грузоподъемность. Соответственно, его можно грузить по полной. И все будет замечательно. Заказал у вас Vega 2. Пришла, все замечательно. Но в связи с этим очень животрепещущий и важный вопрос. Как правильно сложить байдарку Vega 2? Хотелось бы подробный видеоответ. Заранее спасибо. Ну, сейчас я видеоответ не скажу. Но вот на пальцах объясню сам принцип сложения байдарок типа Vega. Штебень в длину имеет большую протяженность, чем в ширину. Поэтому, когда мы сворачиваем Vega, мы вот этот вот штебень. Вот, допустим, лодка у нас вертикально идет. Этот штебень берем и вот так загибаем, чтобы он лег поперек. И, соответственно, начинаем лодку в рулончик сворачивать. И когда уже подойдем сворачивать ко второму штебню, мы тоже его кладем так, чтобы он был поперек рулончика. И уже заворачиваем, получаем такой достаточно компактный рулончик. Это и будет основным алгоритмом сворачивания Vega. Добрый день. Каким образом визуально и по ощущениям определить, что байдарка накачана правильно? Ну, тут на самом деле дело опыта. Опытный человек уже вот просто вот нажав вот пальцем на баллон, он уже сразу знает, накачано до нужного давления или еще недостаточно. В принципе, при нажатии, если палец проваливается вот в надутый баллон не больше, чем на сантиметр, то это уже нормально. Это уже то давление, на котором можно эксплуатировать. Но, подчеркну то, что использовать лодку лучше всего на наименьшем давлении, при котором обеспечивается ее жесткость конструкции. Почему? Чем сильнее надутая лодка, тем более опасны будут столкновения этой лодки с чем-то острым. Вот, например, Пакрафты при своей тонюсенькой ткани, они работают на давлении, которое мы можем дать своим вот ртом. Это порядка там 0,1 атмосферы. И поэтому они не требуют накачивания очень сильно, из-за того, что у них такой вот кореностенький корпус, и они уже сразу начинают держать форму. И это дает им большое преимущество, они могут там чуть ли не по стеклянным там бутылкам ездить. Ну, это я, конечно, утрирую, но очень близко и к тому. Из-за того, что при наезде на препятствия сразу этот корпус в этом месте деформируется, из-за этого повреждений не получается. Соответственно, для байдарок нужно давление выше, чтобы они держали форму. Поэтому каждый для себя выбирает именно нужное давление. Главное не перекачать, а индикатором того, чтобы не перекачало, это вот является как раз пальцевый этот тест. Если вот сантиметрик примерно продавилось, это нормально. Сильно перекачивать не надо. Например, вот ножной насос, если использовать ножной насос с лягушкой, он свое максимальное давление даст примерно 0,3 атмосферы. Это вот допустимое давление для эксплуатации лодки. Если вы используете какие-то электрические насосы, то часто в них стоит специальный регулятор, в котором можно установить давление. Главное быть осторожным при попытке накачать лодку с помощью автокомпрессора. Автокомпрессор может вдуть в лодку очень быстро, десятикратное рабочее давление, и это может повредить лодку. Не стоит злоупотреблять именно накачиванием с помощью автокомпрессора для автомобильных колес. Еще пока не выработалась вот эта вот чуйка на давление, можно приобрести очень недорогой, вот он в Тайм-Триале у нас есть, это манометр для измерения, для контроля давления в лодке. Вы просто накачиваете, смотрите какое давление, и контролируете таким образом давление. Вопрос. Зачастую ПВХ-лодки рекомендуют накачивать начиная с задних баллонов. Это объясняется направленностью внутренних перегородок и безопасностью в случае проколов передних камер, которые чаще всего от этого страдают. Есть ли оптимальная рекомендуемая последовательность накачивания отсеков у байдарок типа Варвар, Вега, Щукарь? Ну все правильно, в лодках, у которых передний и задний баллон, лучше начинать с заднего баллона. Ориентация перегородок с технической точки зрения в наших лодках не имеет значения, они одинаково работают и вперед и назад, их там не вырвет, ничего не случится. Но лучше всего начинать накачивание с заднего баллона именно по озвученной в вопросе причине. Это касается именно Щукаря, Варвара, Аргона, Экшена. А что касается каяков, Ветерфлай, Фишкаяк, Вега, то там баллоны сделаны целиковыми, от носа до кормы, без перегородок, поэтому накачивать их можно в любом порядке, или левый, или правый. Здравствуйте, смотрю на фотографии Варваров 340, 380 и 450 и складывается ощущение, что 340 немного закаячен, а 380 и 450 нет, они как бы лежат на воде. Это так и есть. Ну смотрите, закаячивание сделано не по принципу, так что вот маленькая лодка – маленькое закаячивание, большая лодка – большое закаячивание. Закаячивание всегда делается примерно всегда на одну высоту, поэтому маленькая лодка будет казаться более закаяченной, чем большая. Добрый день, я заказал у вас Вега 2 с дополнительным местом для одиночного сплава. Вот нигде не видел обзора на такой доп. Удобно ли это? Ну на самом деле, размещение еще одного посадочного места с возможностью переставить сидение на оптимальное для гребли одним человеком место – это вполне разумный такой доп. Вещь полезная, потому что Вега, она достаточно чувствительная к развесовке, к дифференту, поэтому сделать оптимальное посадочное место для одного человека – это вполне здравая идея. И мы такое делали и будем делать. Вопрос. Будут ли покрафты с дном из ТПУ, а не из ПВХ? На самом деле, такие покрафты уже есть, но серийно мы их делать пока не спешим. Почему? Потому что термополиуретан при всех своих достоинствах, он имеет не особо высокую ремонтопригодность в полевых условиях. То есть, если вы донышко продерете, то заклеить его будет уже достаточно сложно. Покажу наглядно. Вот несколько минут назад мы склеили в полевых условиях ПВХ ткань, а вот это – это ТПУ ткань. Вот это вот толстая двухсторонняя ТПУшка, которая идет для донышек, а это, соответственно, ТПУшка, которая идет на баллоны. Вот прошло всего 20 минут, а разорвать этот шов, причем работающий вот на разрыв, практически невозможно. В случае с ТПУ разъединяется вообще без всяких проблем. Адгезия ТПУ к ТПУ достаточно низкая. Почему так происходит? Сейчас объясню. Клей, к которым склеивается ПВХ, он имеет в своем составе растворители, которые растворяют ПВХ ткань. И когда склеиваются детали, то происходит взаимопроникновение клея прямо внутрь молекул самого материала. И поэтому клеевое соединение получается очень прочное. ТПУ же ткань, она очень химически устойчивая. Фактически нет растворителей в составе клея, которые могут эту ткань растворить. Поэтому детали держатся только за счет от адгезии клея, не проникая внутрь ткани. Когда мы склеиваем ПВХ с ТПУ, это еще более-менее, потому что все-таки ПВХ растворяется, и там получается такое проникновение. Но когда мы склеиваем две ТПУшечки вместе, то получается все не слишком хорошо. В заводских условиях мы это можем сделать. Это достаточно сложный процесс, это механическая и химическая обработка поверхности. После этого приклеивание получается надежным. Но в полевых условиях это сделать надежно практически невозможно. А поскольку больше всего повреждений всегда приходится на нищей лодке, то чтобы не доставлять проблем пользователям, мы делаем донышко из ПВХ. Если вы его процарапали, вы сможете его легко залатать. Вот и закончились ваши вопросы. Было очень здорово на них отвечать. Я получил удовольствие. Получили ли удовольствие вы, не знаю. Пишите в комментариях. Если понравились мои ответы, ставьте лайки. Если не понравились, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал Тайм Триала. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Санар. До новых встреч. Мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok